В ноябре 2019-го музею Гомельского дворцово-паркового ансамбля исполняется 100 лет. Ирина Васильевна, как готовитесь к вековому юбилею? Ну, у нас весь год, 2019-й, он проходит под грифом «столетие». И каждая выставка, которую мы организовываем, каждое мероприятие, оно относится непосредственно уже к столетнему юбилею. Сами праздничные мероприятия пройдут 5, 6 и 7 ноября. Это будет научно-практическая конференция, это будет открытие огромной выставки, называется она «Музейная история». И также будет торжественное мероприятие, концерт. Подарки гомельчанам, жителям области тоже планируете? Конечно, обязательно. 7 ноября мы приглашаем всех посетить все объекты дворцово-паркового ансамбля на бесплатной основе. Двери будут открыты, будет возможность посетить и ту же выставку, и наши постоянные экспозиции. Это будет наш подарок к столетнему юбилею жителям нашего города и туристам. Из тех проектов, которые уже реализованы в 2019-м, проектов, посвященных юбилейной дате, что, на ваш взгляд, оказалось успешней всего, что полюбилось жителям региона? Вы знаете, я считаю, что у нас все достаточно успешно. Но, наверное, такое яркое было событие – это наша выставка «Шоколада». Международная она тоже была, потому что она была необычная. То есть традиционные выставки художников. То есть у нас идет традиционно. Есть была форма дружеских отношений с Брянским музеем. Это выставка Ткачевых. То есть, на мой взгляд, все выставки уникальны, все интересны. А вот выставка «Шоколада», она подразумевает такой приход семейного отдыха, семейных пар. Понятно, что на недостаток посетителей не жалуетесь. И все-таки, говоря про развитие, как оставаться по-прежнему интересным и молодежи? Ведь часто требуют и от вас, музейщиков, больше интерактива. Это ваша дорога? Конечно, молодежь нужно привлекать какими-то новыми формами. У нас достаточно много таких развивающих программ, в том числе и для детей. И даже, я хочу сказать, новогодние наши праздники, они не проходят традиционно. Они проходят именно в музейном стиле. Но, может быть, нам не хватает каких-то гаджетов современных, там на входе большого экрана, где можно перелистать это все пальцем, посмотреть, чтобы было детям интересно. Тем не менее, дети имеют большой интерес и молодежь к нашему музею, потому что музеи эксклюзивные в своем роде. Наш музей эксклюзивный. Есть вещи в наших фондах, которых нет вообще нигде в мире. Ни в одном музее мира. Ну, например, икона оклада Фаберже, которая была заказана непосредственно мастеру Ириной Ивановичем в связи с трагическими событиями. Это вот как пример. И дети, если рассказывать интересно, если рассказ идет интересно, если их увлечь, то и музей будет привлекателен. И не нужны будут даже гаджеты. И в завершение от самого музея, уникального музея, к достаточно большой территории, с которой тоже нужно работать, весь дворцево-парковый ансамбль. Каким хотите видеть вы и ваши коллеги его через 5 и 10 лет? Ну, территориально никаким образом мы расшириться не можем. Наша задача, прежде всего, это сохранение историко-культурного наследия. Вот то, что мы имеем. На сегодняшний день это 17 объектов. Если включить набережную, это 17 объектов. И есть объекты, которые у нас еще, ну, скажем так, недоработаны. Это та же часовня. Если усыпальницу мы открыли, уже отреставрированную в 2016 году, то очень надеемся, что к столетию мы закончим часовню и погреба-ледники. Это из музейных объектов. А территорию, если вы видите, мы ее развиваем. Это у нас... Сейчас у нас, не скажу где, пробуем только посадить огромную лавандовую клумбу. Вот, помимо наших тюльпанов, у нас будет еще и такая форма. Так, чтобы круглый год... Да, да. Парк цвел. Если кто-то интересуется, у нас на набережной более 200 видов сиреней. Более 200. Они маленькие кустики, но когда это вырастет, это будет огромный шикарный серенгариум. Поэтому здесь, конечно, тоже мы работаем, чтобы удивлять, чтобы люди приходили, отдыхали и чтобы получали удовольствие. Уверен, наш разговор станет хорошим поводом посетить Дворцово парковый ансамбль снова. Спасибо за интервью и успех в делах. Спасибо вам.